Продолжение следует... В большинстве азартных механик, случайных азартных механик, лежит действительно число 36. У него много особенностей. Одно из них, как справедливо заметили, оно используется в рулетке. Если сложить все числа, которые входят в 36, то есть 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, будет сколько? 666. Именно поэтому все азартные игры, люди, исповедующие христианское мировоззрение, немножечко боятся. Лутбоксы в том виде, в каком мы их понимаем, зародились в Японии. Сразу после Второй мировой войны японское общество было очень разорено войной, особенно после ядерных бомбардировок. И в нем были запрещены азартные игры. Японцы народ ушли, и они придумали механику под названием гасяпон. Это когда вы получаете часть какого-то объекта, не целого, но при этом, если вы много-много раз его покупаете, вы получаете что-то значимое. Вот пример гасяпон фигурки, это Наруто, из сериала Наруто. Я его пока вот здесь поставлю. Желающие могут с ним сфотографироваться. И японцы сумели обойти запрет на азартные игры. Они сделали так, что азартные игры такими не воспринимались. Как это работало? Вы приходили к азартному механизму, автомату, покупали частичку какого-то объекта, и когда у вас собирался весь объект целиком, вы шли и обменивали этот объект на деньги. Выигрыш. И до тех пор, пока у вас не было всего объекта, у вас выигрыша не было. Но вы подсознательно к нему стремились, потому что у вас четко прослеживался прогресс. Сегодня у меня три частички, завтра семь, я еще немножко поиграю, их будет десять, и я смогу обменять эти частички на большой приз. При этом автомат, который продавал эти частички, и автомат, который выдавал за эти полный собранный сет деньги, это были два разных разнесенных в пространстве объекта. И поэтому японские власти не могли обвинить организаторов этого действия в том, что они делают азартную игру. Гача как слово, как понятие в современном игровом мире все чаще и чаще выглядит как полноценный игровой автомат. Интересная, кстати, особенность, почему именно сундук стал лутбокс, именно бокс, с таким образом, который чаще всего люди воспринимают, когда рассказываются про такие вещи. Кто-нибудь может понять, почему сундук? Очень близко, но еще более тонкая вещь. Сундук закрыт. И когда он закрыт, всегда можно придумать, что в нем находится. Фантазия начинает работать. А потом он открывается, и вот тогда уже работает элемент сокровища. Совершенно верно. И вот тут мы подходим к ключевому моменту, что когда игрок взаимодействует с сундуком, у него возникает азартная зависимость, аддикция, которая на физиологическом уровне заставляет игрока тратить реальные средства для того, чтобы достичь результата. И здесь мы перейдем к самому главному, к научному подходу к лутбоксам. Немножко теории. В нашем мозгу существует большое количество нейромедиаторов. Они возникают от наших действий, иногда спонтанных, иногда запланированных. Но они заставляют наш мозг переживать определенные эмоции. Чем более глубокие эмоции, чем больше в нашу кровь выплескивается нейромедиаторов. Самые популярные, которые на слуху, это серотонин, дофамин, эндорфин, адреналин. И природа, наша природа, человеческая природа действует таким образом, что мы не можем сопротивляться их действиям. Мы рабы нашего сознания, нашего мозга на физиологическом уровне. Три самых известных наркотика человечества – это эндорфин, серотонин и дофамин. Эндорфин у нас выплескивается в кровь, когда нам хорошо. Серотонин – когда мы покушали. Дофамин – когда у нас есть цель. Эти три нейромедиатора в какой-то степени можно считать главенствующими для того, чтобы мы получили то, что мы называем удовлетворение, удовольствие. Они выстраиваются в определенную цепочку, которая действует на наш мозг определенным образом, в конце которого мы испытываем счастье, эйфорию. Дофамин – он возник в нашем сознании, в нашем мозгу для того, чтобы мы лучше учились, лучше видели цель, стремились к этой цели, испытывали любопытство. Из-за этого наш мозг нас постоянно вознаграждает дофамином. Дофамин является основой всех существующих наркотиков. Кокаин, героин, метанфетамин. Какой еще у нас есть? С собой? То есть большинство наркотиков, которые воспринимаются именно как наркотические вещества, они заставляют организм вырабатывать дофамин. В чистом виде дофамина не существует. То есть нельзя взять, принять таблеточку, и у вас сразу же дофамин будет. Нет. Ваш мозг нужно заставить его выработать. По-другому вы его не получите. При этом передозировка дофамина приводит к шизофрении. Если дофамина, наоборот, мало в организме, то это развитие депрессии и болезни Паркинсона. Чем мы дольше живем, тем мы старее, тем меньше у нас вырабатывается дофамина. Это физиологический процесс. И именно поэтому в старости у большинства людей появляется то, что называется деменция. Как раз вот нехватка этого нейромедиатора. Люди перестают получать удовольствие от жизни и умирают. Итак, самый популярный лутбокс в истории человечества. Судя по описанию, вы должны его узнать. Что это? Киндер сюрприз. Совершенно верно. Это очень мощная вещь. Ну, во-первых, мощная с точки зрения воздействия на детей и частично на взрослых. Она была конкретно изобретена. Микелло Феррера. И ее нейробиологи называют дофаминовой бомбой. Как она действует? Видим яйцо. Видим цель. В этот момент наш мозг заставляет думать, в этом яйце точно что-то есть. И наверняка это что-то очень нужное нам. Мы этого не видим, но оно точно там есть. Дофамин работает во всю мощь. Открываем яйцо. Блин, там действительно что-то появилось. В этот момент у нас появляется удовлетворенность с результатом. В нашу кровь выплескивается эндорфин. Мы испытываем такой подъем. И мы кушаем шоколад. Наш мозг вырабатывает сердонин. И таким образом получается положительная обратная связь. Что мы делаем следующим шагом? Берем еще одно. Совершенно верно. Чтобы испытать вновь это действие. Весь этот процесс пройти по новой. И именно так работает любой лутбокс. Мы хотим, чтобы в лутбоксе нам обещали награду. Неважно, что мы получим. Мы должны испытать ощущение обещания. Тогда выработается дофамин. Если мы открываем, и наши ощущения и ожидания совпадают с реальностью, у нас вырабатываются эндорфины, и мы получаем удовольствие. Теперь, примерно понимая, как это работает, применим эти знания на конкретных лутбоксах. Здесь представлена простая модель сундука. Кто понимает вот эту модель сходу? Без резистений. Она не видна? Так, можешь рассказать? Нет, что она из себя представит? Почему так? Точнее, здесь объясняется, вот есть у нас колоночка шанс. И чем выше цена того, что должно выпустить из сундука, тем ниже шанс. Вот цена. Вот, допустим, если посмотреть на молодильные яблоки, то у них самый высокий шанс, 34%. А у той же царевной лягушки, у нее 1%. Но у нее стоимость до 5000. Давайте попробуем, если бы мы были геймдизайнерами, откуда бы мы взяли вот эти цены? Я напоминаю, мы геймдизайнеры. Мы рассчитываем экономическую модель игры. Мы должны знать эти цены. Да. Чем меньше количество, но это закон рынка отчасти. Но на самом деле, в приложении его можно использовать. Суть действительно в этом, что вот эти цены мы должны назначать. И в соответствии с тем, что мы назначили, мы должны вкладывать смысл. То есть, если уж царевна лягушка стоит 5000, здесь в рублях, да? В рублях, то она должна этих денег стоить. Иначе мы что-то сделали неправильно. С точки зрения шансов, здесь допущена специальная логическая ошибка. Какой самый популярный предмет, который выпадает? Уже сказали, молодильные яблоки. Как часто он будет выпадать? Одна треть. Каждый третий сундук. Молодильные яблоки. Если это расходник, то это приемлемо. Если же это нерасходный лутбокс, то должно быть не более 15% на одно действие, на один предмет. Почему 15? Потому что это значит, что предмет будет выпадать раз в семь сундуков. А семь – это магическое число, которое в состоянии запомнить средний мозг, средний человеческий мозг. То есть, семь итераций, что там было на восьмую, мы уже забыли. И поэтому мы спокойно воспринимаем, что он вновь выпал. Дальше. Себестоимость. 238 рублей. Как она получается? Мы умножаем цену на шанс и складываем потом эти суммы. Таким образом, мы получаем себестоимость одного кручения. Себестоимость одного открытия сундука. Теперь, внимание, вопрос. Мы продаем этот сундук дешевле себестоимость или дороже? Дешевле. Почему? Абсолютно верно. Он не знает шансов. Правильно. Это наше внутреннее понимание. Мы можем продавать это очень дорого, мы можем продавать это очень дешево. Вопрос в другом, купят ли по такой цене. Вот и все. То есть, покупательная способность игроков. А эти внутренние шансы, они больше для того, чтобы понять, сколько сундуков игроку нужно открыть, для того, чтобы получить царевную лягушку. 100 сундуков. И значит, если мы продаем примерно по этой цене, сколько она стоит? 23 тысячи. Получается, что мы продаем предмет в 4,5 раза дороже. И это ключевой элемент, по которому, из-за которого разработчики любят лутбокс, потому что они продают вещи дороже, чем они на самом деле есть. С точки зрения математики, если мы здесь сделаем не 5 тысяч, а 4 тысячи, себестоимость изменится на 2-3 рубля. Ну, вот и все. Поэтому это всегда условность. Это всегда некая цель, которой уже разработчик лутбокса стремится сбалансировать математическую модель. Итак, главное, что нужно сделать – лутбокс. Второе, что нужно сделать – это создать ощущение ценности того, что есть в лутбоксе. Что это нужно, чтобы игроки думали, что им это нужно, чтобы они к этому стремились. Как это сделать? Первое и самое простое – игроки всегда боятся потратить реальные деньги. У них есть такой страх. Нужно его снять. Нужно дать страховку от штрафа. Сделать так, чтобы игроки визуально думали, что игра не наказывает их, а поощряет. Самый простой вариант – это гарантированный приз после N-ной попытки. Ну, то есть накопление удачи. Это самое простое, что можно сделать. Можно и после первой. Можно сделать компендиум после первой, третьей, седьмой, двенадцатой и сороковой. Сработает. Дальше. Накопление удачи. Ну, это похоже на гарантированный приз, но только более завуалировано под гемблинговой механикой. Ну, даже не гемблинговой, а гемифицированной механикой. То есть игрок видит шкалу удачи. Она наполняется от количества открытых сундуков. Игрок что? Воспринимает как эту шкалу? Как действующую на его удачу. Она же называется удача. И таким образом можно это использовать для того, чтобы показать, что его действия не напрасны. Ну, и визуальная подача психологической страховочной сетки. Это как раз постоянно намекает, сколько ему нужно открыть сундуков до того, когда он получит то, что он хочет. Бесплатные попытки. Когда мы говорим про себестоимость виртуальных предметов, мы очень часто забываем, что для нас, как разработчиков, они ничего не стоят. Мы их можем дарить игрокам в неограниченных количествах. Что мы при этом можем потерять? Прибыль. Но, тем не менее, если это будет способствовать появлению живых денег, то почему бы это не использовать? Хороший момент – это на бесплатной попытке делать другую матмодель. Не ту же самую, которая приводит к получению супервыигрышей. А более жесткую, чаще всего. Иногда, наоборот, кто-то пытается сделать более мягкую матмодель. Но это неправильно. Там нужно сделать так, чтобы игрок получил что-то, что ему действительно нужно, но это чтобы было недорогое. То есть вот те же самые расходники он должен получить. Ну и самое главное – это игроки искренне уверены, что есть в мире справедливость. У них вот на подсознательном уровне это идет. В реальной жизни они ее постоянно ищут. И вот эти поиски, метания, они с собой приносят в игру. А справедливости не существует. Ну вот, эфемерно все. Так вот, можно ее эмулировать, эту справедливость. Это как раз тот самый элемент, когда вы даете бесплатные попытки неплатящим. В этот момент вы становитесь игрой, которая все честно. Хочешь плати, хочешь получить бесплатную попытку, у тебя есть все шансы вытащить то же самое. Итак, что делать, если сундуки не работают? Первое – ощущение ценности. Второе – обещание награды. Третье – страховка штрафа. И четвертое – бесплатные попытки. Вот, четыре составляющих успешного сундука. Самое сложное – что сделать? Совершенно верно. Первое – внезапно, но в хорошей игре ощущение ценности появляется само собой. Давайте делать хорошие игры. Спасибо, да. Итак, это еще не все просто. Как монетизироваться на гач? Значит, чем больше игроков смогут купить лутбокс, чем дешевле ее цена, тем больше вы вовлекаете в экономические отношения игроков в своей игре. Кому знаком термин «страх первого платежа» геймдизайнером? Отлично. Его преодоление – это одна из основных задач монетизации. Игрок приходит в игру. Даже если он играл в тысячу игр до этого, даже если он играл в тысячу игр этой компании, он все равно не верит, что его деньги принесут какой-то результат. Уровень недоверия, конечно, с каждым разом все меньше, 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 но он есть. И вот преодолеть этот барьер самое сложное. Как только вы его преодолели, у вас начинает игрок становиться платящим. И с 50% вероятностью он продолжит платить. Поэтому лутбоксы чаще всего стоят очень дешево. Китовая монетизация. Термин «киты» в последнее время все чаще и чаще используется. Именно в контексте того, что это основные платящие игроки. Здесь опять же элемент справедливости некой, что все-все-все-все игроки должны иметь равные шансы. Так не бывает. Чаще всего, когда мы говорим про успешные проекты, они нацелены на очень узкую группу хорошо обеспеченных людей. Поэтому концепция pay-to-win, концепция китов, она напрямую завязана именно на вот эти сверхприбыли, которые дают лутбоксы. Здесь пример статистики, реальной статистики реальной игры. Во сколько раз может увеличить внедрение лутбокса в краткосрочной перспективе на конкретную игру. Вот здесь, здесь и здесь вводились новые лутбоксы. Видите, здесь рост в три раза от среднего, здесь рост еще в три раза от среднего, здесь рост почти в семь раз от среднего. Это как раз и есть элемент, что лутбоксы дают суперприбыль. Вопрос? Вопрос? А данное только чистое лутбоксы в один, ничего другого? Да. Ну и стоит здесь опять же отметить в последнее время нарождающийся тренд о том, что лутбоксы появляются и в бай-то-плей играх. То есть в играх, которые и так уже куплены. Здесь идет определенное сопротивление игрового сообщества. Я думаю, что на него просто перестал он рано или поздно обращать внимание на это сопротивление. Почему? Потому что игры триплей уровня делают все дороже и дороже, и их необходимо монетизировать с помощью каких-то других механик. Лутбоксы – самое простое, что можно реализовать, и они дают максимальную прибыль при своем внедрении. Ну и то, что системы, законодательные системы большинства стран начинают этот элемент учитывать и приравнивать лутбоксы к азартным играм и контролировать степень их выигрышности. Это как бы, ну, закономерное явление, оно скорее всего будет происходить и в нашей стране, и мы все будем сталкиваться с тем, что нас будут заставлять публиковать шансы выпадения предметов. Ну, то есть это как бы самое простое, что может сделать законодательство. Ну и вместо умных выводов, лутбокс, на мой взгляд, одна из самых мощных игровых механик, которая заставляет игры зарабатывать много денег. При правильном использовании она способна существенно понять выручку проекта, ну или если сделать хорошую игру, то лутбоксы, может быть, и не нужны. Вот теперь все. Всем спасибо. Да. Хоть на конфон поговорю. Спасибо большое. Доклад суперский. Один вопрос, на который я не нашел ответа, ну, из чего не знал, там, всего прочего. Сколько должны жить лутбоксы, и какие правила ввода, а самое главное, что меня больше всего волнует, правила вывода. И какие, ну, я понимаю, что мы бесконечно не можем кормить проект контентом. Ну, то есть, понятно, что новые лутбоксы – это новый контент. Мы сразу же шкурки наши любимые вспоминаем. Ну, тут все, чем Overwatch. Но вопрос простой. Какие вы бы назвали основные правила ввода, но это проще всего, понятно, да, а вот скорее вывода, когда мы выдаем новый лутбокс? Я просто посмотрел на статистику, там три дня у вас, да, было, там ниже, да? Любой лутбокс лучше вводить на акционной основе. То есть, у него должно быть время начала и время жизни. Три-пять дней максимум. Ну, для того, чтобы максимизировать прибыль в единицу времени. А может, семь? Это, конечно, от разной игры есть разная возможность чуть-чуть растянуть это время, но три-пять – это то, насколько мы в состоянии удержать внимание человека. Семь – у него уже размывается фокус. В конце седьмого вот этого периода уже никто не обращает внимания на то, что этот лутбокс был. Вот. А насчет нового контента и, соответственно, вывода старого. Если мы продаем содержимое сундуков через компу гача, то есть через вот эти вот частицы, то это может быть процесс годами растягиваемый. Ну, то есть мы откладываем накопление цельного приза на много-много итераций сундуков. Ну, то есть мы держим игрока с итерациями в три месяца, допустим. Гача три дня, пошел счетчик в недоступности акции, через три месяца еще раз в три дня. Не обязательно три месяца. То есть мы можем через неделю, через месяц мы можем снова запустить не этот же самый сундук. Лучше вообще сундуки как минимум неймингом разнообразие вводить, чтобы они по-разному назывались. Но при этом внутри их может быть очень похожие вещи. Ну, понятно, потому что у нас количество игровых-то объектов ограничено. Да, конечно, все верно. Еще вопросы? Вот тут девушка. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл, собственно, группировать сундуки и продавать не по одному, не по два, ну, по 10, 100 и так далее? И есть ли у вас данные, поскольку продавать комплекты сундуки как бы имеет смысл? Значит, когда мы говорим про китовую монетизацию, мы чаще всего говорим про людей, которые покупают сундук сразу множеством. В моей практике были мультипликаторы 5, 10, 50, 100. Были даже такие специфические, как 11, 22. То есть тут все зависит от стоимости сундука. На самом деле стоимость сундука очень часто приравнивают к купюре. Ну, то есть 50 рублей – это купюра, 100 рублей – это купюра. Сейчас появилось 200 рублей, наконец-то можно по 200 рублей продавать в сундуке. Вот, поэтому здесь больше вопрос о том, если мы делаем мультипликатор, он тоже желательно, чтобы был кратный купюра. Ну, то есть это такое простое правило. А так я встречал и по мультипликатору 100. Они тоже точно так же работают. А второй вопрос какой? Как раз вопрос и был, поскольку сундуков нужно собирать. Вот вы ответили, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. У вас на графике, где показана продажа по сундукам, где в 3-7 раз. Сейчас, секунду. Да. Чем отличаются сундуки, которые в 3 раза дали рост, а от сундуков в 7 раз? Акция, приуроченная к празднику. Спасибо. Это лучше всего работает именно по одной простой причине. На 3 священных праздника в году, это Новый год, это 23 февраля, и это 8 марта, люди откладывают деньги. Они откладывают их для того, чтобы купить подарок близким людям. Ваша задача – залезть в эти деньги. Поэтому делать акции под праздники – это святое. Да. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Если я правильно понял, то применяется некий такой подход и теория радикального бихевиоризма в поведении человека, а именно в том, что он как большая белая крыса, которую можно натренировать. Правильно? Ящик скиннера, мой любимый ящик. Да, ну или вот собака Павлова, подкрепили. Хорошо. Мне интересно ваше мнение насчет философии и психологии игр и от такой развивающейся, можно сказать, науки, как Game Studies, и ее применении в монетизации и увеличении прибыли в играх. Вопрос очень большой, реально большой. Я надеюсь с вами пообщаться после лекции более плотно. Спасибо. Спасибо.